Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов со своими монологами о нахлости. Ну, вы знаете, вы сами виноваты, напросились. Было масса комментариев после того, как я почитал стихи Асика Уолтона о рыбной ловле, о природе, о создателе и так далее. И вы сказали, что такой формат возможен. Ну, я продолжаю. Я очень сильно подозреваю, что те стихи, которые я выбрал, могут не всем понравиться. И с точки зрения большой литературы, и с точки зрения того, что привыкли... Знаете, есть в интернете такие подборки стихи советских писателей о рыбалке. Ну, это адский ад, конечно. Эти стихи, конечно, лучше к ним не подходить. Особенно человек, который не читал других стихов. Если он эти почитает, то может стать, на мой взгляд, козленочком. Ну, и все такое около рыболовная вот эта вот история с поэзией связана. Она ужасна. Поэтому моя цель все-таки почитать действительно хорошие стихи, действительно хороших и известных поэтов. Ну, хорошесть поэзии – это дело такое странное. И начну я, и у меня много будет стихов, например, Игоря Северянина. И, к сожалению, да, ни Пушкин, ни Лермонтов, кроме как о золотой рыбке, ничего не написали именно о рыбалке. Поэтому тут и зимняя рыбалка, и разнообразно. Ну, понятно, не о нахлости все-таки эти поэты писали. Но Игорь Северянин вообще один из моих самых любимых поэтов. Я часто его читаю. Многие его считают вычерным. Но совсем не случайно он был признан королем поэтов. И чему посвящено его стихотворение «Я гений» Игорь Северянин. Он писал и о рыбалке. И вообще рыбалку удивительно тонко чувствовал. Не знаю, здесь вот на работе после финпланов и всего. Одно дело дома, как я вам читал у «Аквариума», другое дело здесь. Смогу ли я расслабиться, прочитать хорошо? Ну, не судите строго. Потом возьмете томик и почитайте сами. Ладно, хватит болтать. Перейдем к настоящей поэзии. И начнем. Так и называется стихотворение. «Рыбная ловля» Игоря Северянина. «Вновь ловля рыбная в разгаре. Вновь над рекой поплавки. И в рыбном кустов угаре азартящие рыбаки». Ну, я извиняюсь, те, кто не знают поэзии Игоря Северянина, это не ошибки мои, это не странные слова, а это такое словотворчество, которое в начале 20 века было мегапопулярным и у Хлебникова, и у Северянина, и даже у Маяковского, уж не говорю о всяких бурлюках и прочих поэтов. Так вот, азартящие рыбаки. Форель всегда клюет с разбегу на каменистой быстрине. Лещи потичные любят негу, клюет лениво, полусне. И любящий ракитный локон, глубокий теневой затон, отчаянно рвет леску окунь. И всех сильнее бьется он. Рыб всех глупее и слабовольней, пассивно держится платва. А стерлядь наподобие молний, скользнув песком, ползет едва. У каждой рыбы свой характер, свои привычки и устав. Не от того ли я о яхте мечтаю? От земли устав. Ну, чудесно. Не знаю, при чем здесь яхта. Но, тем не менее, прямо про рыбу и прямо северянин. Представляете, это же круто, круто. Следующее довольно длинное сихтворение Сергея Аксакова. Опять дожди, опять туманы, и листопад, и голый лес, и потемневшие поляны, и низкий серый свод небес. Опять осенняя погода, и мягкой влажности полна. Мне сердце веселит она. Люблю я это время года. Люблю я звонкий свист синицы, скрып снегирей в моих кустах, и белые гусей станицы на изумрудных оземях. Люблю я зонтиком прикрытый. В речном изгибе под кустом сидеть от ветра под защитой, согретой теплой зипуном. Сидеть и ждать с терпением страстным, закинув удочки мои в зеленоватые струи вглубь. Вори тихой и неясной. Для тех, кто ловит на вори. Привет. Хоть не спускаю, глаз не спускаю с наплавка. Кстати, одно из наименований поплавка, наплавок, наплывом. Глаз не спускаю с наплавка, хоть он лежит без изменения, но вдруг чуть видное движение, и вздрогнет сердце рыбака. И вот он, окунь благородный, пролистясь огромным червяком, подплыл отважно и свободно, с разинутым широким ртом. И проглотив насадку смело, все поволок на дно реки. Здесь рыбаку настало дело, и я движением руки проворно рыбу подсекаю, влеку из глубины речной, и на берег ее бросаю, далеко за моей спиной. Но окуни у нас не дива, люблю ершей осенний клев, берут они не вдруг, не живо, но я без скуки ждать готов, трясется поплавок терпения, идут кружочки, пустяки, пусть погрузит, мне наслаждение ерша тащить со дна реки. Весь растопыренный, сердитый, упорно лезет из воды, густой слизью ерш покрытый, поднявший иглы для защиты, но нет спасения от беды. Теперь не то. Внезапной хвори я жертвой стал, как и мы все в это время. Я жертвой стал, что значим мы? Гляжу, наберегая вори, в окно, как пленник из тюрьмы. Прошло и теплое ненастье, сковал мороз поверхность, вот, и грустно мне, мое участие уже Москва к себе зовет. Опять прости уединение, бесплоден летний был досуг и недоступно вдохновение. Я не ропщу, я враг, да кук, прощайте горы и овраги, вода и леса красота, прощайте швы мои, коряги, мои ершовые места. Но чудо, да, как жило, нельзя сказать простыми словами то, что поэт может выразить. Ходосевич, не самый мой любимый поэт, а тем не менее, на мой взгляд, здорово. Рыбак, так и называется, двадцать первый год. Я наживляю мой крючок трепещущей звездой, луна, мой белый поплавок, над черной водой. Сижу, старик, у тихих вод и тихо так пою, и солнце каждый день клюет на удочку мою. А я веду его, веду весь день по небу, но под вечер, заглотав звезду, срывается оно. И скоро звезд моих запас, и страчу я, рыбак, эй, берегись. Немножко пропущено. И в этот час охватит землю мрак. Ну, понятно, не совсем о рыбалке, такое мистическое. Ну, вот шутливо Игоря Северянина про таймень. Но таймень тогда называли, это женского рода почему-то рыба была. Небольшое стихотворение. Быстренькое. Ночью выплыла из Байкала, и поближе держась к кайме нижних скал. Не меняли скала? А к горою пошла таймень. К ледовитому океану, в неприснившиеся края, увлекала, это все по плану, малахитовая струя, перерезала путь фаланги лодок с рыбы, плывущих в порт, посетила в пути Архангельск, и в Норвежске зашла фиорд. Только долго ли там, коротко ли, много странного пережив, утомленная рыба коротко фински выискала залив. И в ту речку, где я весною, постоянно она вплыла, и ту удочку, что со мною, неизменно она нашла, так я выудил в предвесенний, бодрый, солнечный, тихий день, в силу высших предназначений, мне неспосланную таймей. Так, передохну и продолжу чудесными стихами. Ну и вот еще одно стихотворение, которое мы и завершим сегодня, оно выглядит как описание с какого-то сайта хорошей удочки. Вот я бы хотел, конечно, чтобы вот таким слогом, вот так было на нашем сайте, описание удочек, катушек. Надо хорошим поэтам это заказывать, но боюсь, правда мы вылетим в трубу. Тем не менее, «Моя удочка» так и называет стихотворение от короля поэтов Игоря Севьянина. Эта удочка мюнхенского производства, неизменная спутница жизни моей, отвлекает умело меня от уродства исторических и истерических дней. Эта палочка, тоненькая, как тростинка, невесомая, гибкая, точно мечта, точно девушка, уж непременно блондинка, восхитительная мне открыла места. Мы идем с нею долго, с утра до заката, по тропинкам, что трудно соткали узор. Нам встречается лишь лесниковая хата, но зато нам встречается много озер. И на каждом из них, в мелочах нам знакомо, мы безмолвны устраивать любим привал. Каждый куст служит нам упоительным домом, что блаженство бездомному мне даровал. Наклонясь над водой и любуюсь собою в отразивших небес-березу зеркалах, смотрит долго подруга моя в голубое, любопытство в тигровых будях окунях и маняя их своим грустно-гибким нагибом, привлекает на скрытый червями крючок чисто женским коварством, доверчивым рыбам, дав лукавый. Что делать? Смертельный урок. Уловив окунька, выпрямляется тотчас, и свой стан загнув, легкий свист ржества издавая, бросает довольное очень мне добычу, лицом не обрызгав слегка. Так подруга моя мне дает пропитание, увлекает в природу, дарует мечты, оттого-то и люба мне с нею скитание, с деревянной служительницей красоты. Ну, не знаю, кто бы еще лучше описал удочку как деревянную служительницу красоты. Ну, у кого деревянная, у кого графитовая, у кого бамбуковая. Все, не буду я дальше мучить. Я предлагаю, наоборот, вас найти стихотворение, которое бы, может быть, вы хотели, чтобы я прочитал в очередном выпуске, потому что, ну, это довольно такая длительная задача. Долго я выискивал эти стихотворения, стихи в интернете. В общем, не банальная история найти известных поэтов, которые бы писали стихи, хорошие, настоящие, большие стихи на рыболовную тему. Ну, и у меня есть и продолжение. В следующий раз я вам прочитаю Аполлона Майкова. Это конец 19 века, 1855 года. Длинное, прекрасное стихотворение о тех эмоциях, которые, на самом деле, мы все испытываем. И сейчас, спустя, почти с лишним, 130 лет спустя, все то же самое. Ничего не меняется. Все та же деревня, та же рыбалка, а с другой стороны, та же Москва, или другая столица, или другой город. И грустное существование. Все, дорогие друзья, пока подписывайтесь на канал, приходите, лайкайте, и обязательно увидимся на реке, в магазине, или за чтением стихов. Пока.